Дорогие друзья, а теперь уже могу сказать мои дорогие избиратели, сочинцы, белореченцы, обширонцы. От всего сердца благодарю вас за участие и поддержку, оказанную мне во всех районах Сочинского избирательного округа 22 мая на предварительном голосовании по отбору кандидатов партии «Единая Россия» на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Победа – это то, что нельзя ничем заменить. И все же я не считаю, что в результате этого нового для нашей страны политического эксперимента проиграл кто-то среди кандидатов и тем более среди проголосовавших за нас избирателей. Процедура предварительного отбора всколыхнула в обществе дискуссию, выявила новые имена, заставила в полную силу заработать партийные организации. Мы больше узнали друг друга, а значит стали лучше друг друга понимать. В ходе этой кампании мы не мозолили вам глаза билбордами с рекламой «Меня, дорогого и единственного». Я и мои товарищи сосредоточились на встречах с вами в городах, поселках и селах, станицах и аулах нашего округа. Это был серьезный ответственный диалог, дополняющий и развивающий повестку официальных дебатов между кандидатами. Как член Общественной Палаты России я счел своим долгом провести первые личные приемы граждан в Сочи, чтобы помочь вам в решении ваших насущных жизненных проблем. Через созданные нашей командой общественные приемные в районах и районных центрах прошло более тысячи человек, каждому из которых было уделено внимание и как минимум дана квалифицированная консультация. Эта работа будет продолжена. Я надеюсь, что власти в центре и на местах помогут в решении тех вопросов, которые мы поставили перед ними по вашей просьбе, по итогам наших приемов и встреч. Я поздравляю и протягиваю руку всем кандидатам, принявшим участие в предложенной партии «Единая Россия» по цедуре отбора. Мы вызвались служить людям и не должны сворачивать с пути. Высокая активность избирателей на предварительном голосовании показала, что в обществе зреет запрос на перемены. И сегодня крайне важно, чтобы этот запрос не был использован теми, кто хочет, воспользовавшись временными трудностями, раскачать положение в стране, свести на нет все лучшее, что было достигнуто за годы президентства Владимира Путина. Вы должны знать, каковы последствия подобных попыток. Все это нами уже было пройдено в 1991 году. Не допустить этого – одна из главных задач будущей Государственной Думы. Свою политическую и общественную жизнь я на долгие годы связал с поддержкой наших соотечественников в странах ближнего зарубежья и зонах конфликтов на постсоветском пространстве. Но сегодня, здесь и сейчас, поддержка требуется моим соотечественникам и землякам в Краснодарском крае – в Сочи, Обширонске и Белореченске. Впереди съезд Единой России и месяцы напряженной предвыборной борьбы, которая должна завершиться 18 сентября. Нам предстоит дойти до каждого, еще раз убедить людей. Но теперь я не один в поле воин в нашем сочинском избирательном округе. Со мной и моими товарищами ваша поддержка, оказанная 22 мая, и вдохновение, которое она нам придает. Не позволю себе подвести ваши ожидания. С уважением, Константин Затулин.